Атырау забил сколько смог, Шахтер сколько захотел. В Караганде состоялся матч 16-го тура казахстанской премьеры лиги по футболу. Свой первый гол на домашнем стадионе оформил новичок Горняков Игорь Зинькович. Еще по голу забили Дауринбек Тажимбетов и Алдин Джидич. Однако игра для действующих чемпионов была нелегкой. Куатшан Шарбаев продолжит. Прекрасное завершение выходных устроили карагандинцам футболисты Шахтера и Атырау. Уже на восьмой минуте боснинский легионер Горняков Алдин Джидич не попал в ловушку искусственного офсайда и четко пробил мимо вратаря гостей. Далее наступила минута Александра Мокина. Атрауцы ринулись в атаку и казалось бы все. Но нет, Мокин блеснул мастерством и выбрал удачную позицию. Два подряд выстрела в упор вратарь принял на себя. Во втором тайме Дауримбек Тажимбетов мощно выстрелил под перекладину. Мяч добил Зинькович. Однако судьи зафиксировали взятие при первом ударе. Спустя 10 минут интригу игре вернул Чуреев. Гол получился не менее красивым. Защитник метров с 20 плотно приложился к снаряду и вогнал в сетку, не оставив ни шанса Мокину. Далее Игорь Зинькович презентовал себя карагандинским болельщиком. Для белоруса было важно отличиться в первом матче перед карагандинцами. Вичу сбросил с аута прям в штрафную. Зинькович мягко переправил мяч мимо вратаря. Но и на этом все не закончилось. Порываев на пару с Василевичем проспали момент и недооценили возможности Нурыбекова. Айбар вырвался от опеки и мощно пробил левой ногой вправо от вратаря угол. 3-2. На несколько минут раньше закончился матч для Тарасова. Защитник Шахтера буквально срубил от Раутса, за что и получил прямую красную карточку. Вы сами видели, играть было тяжело. То есть преимущество в два мяча было легче, когда в один еще тяжелее команда, то есть опустилась в оборону. Хорошо, что выиграли. Очень тяжелая игра. Спасибо болельщикам. После матча рулевой Шахтера раскритиковал действия Тарасова. Также рассказал, что еще один новичок команды Геворг Казарян в ближайшие дни приступит к тренировкам. Игрой не особо доволен, но результат приемлемый. То, что выиграли три очка, заработали важных, оторвались на 7 очков от седьмого места. Сейчас Шахтер занимает третью строчку турнирной таблицы чемпионата страны. Куатшин Шарбаев, Дмитрий Оборок, Равиль Валеев, 5 канал.